Ну ладно, в общем, тогда давайте начинаем. Соответственно, сегодня будем говорить о ремаркетинге. Это очень хорошая технология возврата. Ребята из Think People немножко пошудили по поводу формирования лояльности. К сожалению, формировать лояльность с ремаркетингом достаточно сложно. Лояльность формируется сервисом, а не рекламными технологиями. Но, с другой стороны, все-таки ремаркетинг очень неплохая технология для возврата клиентов и использования той информации, которая у нас есть, для повышения эффективности рекламы. Немножко в двух словах обо мне. Я достаточно долго уже работаю в маркетинге-продажах. Ушел полностью маркетинг. Сейчас от продаж активно развиваются в интернет-индустрии. Работал во многих интересных компаниях. Активно выступаю, рассказываю, делюсь знаниями. Соответственно, вот есть чтение же мой проект. Если кому будет интересно, пожалуйста, приходите, общайтесь. Будет много интересного. Окей. Что же такое ремаркетинг? Очень много об этом говорится, но пока досконально мало кто знает, что же такое ремаркетинг. В принципе, есть такое... Так, я слышал разные правила, там, нескольких касаний, там, 7, 20, 30. Есть очень хорошее правило 110-1. 100 потенциальных клиентов, 10 с тобой побеседуют, один купит. То есть, все это говорит об одном. Что, в принципе, большинство аудитории... Как раз, чем отличается от ремаркетинга, я расскажу чуть позже. Это чуть попозже будет на следующих слайдах. Соответственно, ремаркетинг и ремаркетинг, по сути, не отличаются ничем. Это одно и то же. Соответственно, подавляющее большинство клиентов не покупают с первого раза. Если у вас пришел клиент и купил с первого раза, с первого сеанса, и больше он не приходил до покупки ни разу, то по факту вы покупаете таким образом не самых лучших, не самых конверсионных клиентов. Потому что фактически все, кто у вас пришел, сразу купил без вопросов, им пофигу, где покупать. То есть, вообще без разницы, где покупать товар, который они хотят купить. Следовательно, если им предложат более выгодные условия по цене, по доставке или какие-то другие возможности, они просто пойдут в тот магазин. У них нет лояльности к вашему магазину вообще никакой. Поэтому мы все-таки будем говорить о тех клиентах, за которыми вы бегаете, формируете у них лояльность. Таких действительно много. И средняя конверсия в онлайне где-то там 1-2% в корзину, в покупку. В оффлайне там 10-20% в зависимости от категории товара в торговых центрах. Все-таки люди приходят физически ногами, они идут непросто так. Поэтому в интернет-индустрии очень низкая конверсия. В итоге получается, что до 99% наших клиентов из 100% уходят и, соответственно, оставляют только данные. Какие категории товаров они смотрели, какие товары они интересовались, как они манипулировали с товарами. И дальнейшее поведение у этой аудитории на нашем сайте. К сожалению, большинство рекламодателей банально забывают эту всю информацию и начинают с чистого листа. А это очень-очень плохо, во-первых. А во-вторых, это очень-очень дорого. Все, наверное, знают о том, что стоимость удержания старого клиента в десятки раз ниже стоимости привлечения нового клиента. Поэтому надо бороться всегда за клиента. А если мы привлекаем все-таки новых клиентов, то стоимость привлечения клиента на основе данных, поведение его, о том, что он делал на нашем сайте и просто без этих данных, конечно же, отличается. Может быть, не в десятки раз, но, соответственно, это все равно заметное изменение рекламного бюджета. Соответственно, что же делает ремаркетинг? Первое – это он сегментирует клиентов. При работе с целевой аудиторией есть два больших таких действия. Есть профилирование, есть сегментация. Профилирование – это когда вы определяете свою целевую аудиторию, то есть описываете, кто ваша целевая аудитория является. Причем эти данные можно взять только из вашей экспертизы, из вашей головы. Брать для этого данные систем веб-аналитики, Google Analytics или Яндекс.Метрики – неправильно. Профилирование делается в зависимости от многих параметров, в том, как владелец видит ваш бизнес, что вы хотите и так далее, так далее, так далее. То есть если вы владелец бизнеса. Поэтому если вы изначально привлекли неверную целевую аудиторию, точнее аудиторию клиентскую, то, соответственно, ваши системы веб-аналитики будут содержать неверные данные. То есть нельзя взять некачественные данные и получить на них качественные отчеты. К сожалению, такого не бывает. Поэтому профилирование – это то, что вы создаете профили клиентов, аватары, а сегментация вы уже разделяете. Например, разделяете по уровню оборота с клиента, по количеству заказов или какими-то другими сегментами. Здесь как раз ремаркетинг разделяет в основном на базе товарной, на основе вашей товарной базы, продуктовой базы. То есть какие категории человек смотрел, какими интересовался, если у вас мультикатегорийный сайт, какие товары, с какими товарами он работал, как он с ними товарами манипулировал. Дальше, соответственно, персонализирует рекламу за счет того, что поведение собрано на сайте. Соответственно, возвращает клиента на сайт через рекламу, увеличивает конверсию в продаже. Все-таки по разным причинам мы уходим с сайта. Шел начальник мимо компьютера, а мы быстренько закрыли браузер. Банально забыли о том, что мы делали. Я вот как раз на днях заказал ноутбук. Первый заказ отменил, я немножко неверно его сделал. Пытался второй заказ сделать, и меня, похоже, отвлекли. В итоге я с полной уверенностью был настроен на покупку сегодня ноутбука, чтобы мне его сегодня доставить. Оказывается, что я не сделал последнее нажатие на кнопку «Отправить заказ». То есть я прошел вообще весь чек-аут, все оформление заказа, но не нажал последнюю кнопочку «Отправить заказ». В итоге пришлось перезаказывать. То есть по многим причинам люди отвлекаются от компьютера, по объективным и субъективным. И, соответственно, вы через ремаркетинг их можете вернуть и сконвертировать в продажу. Ну и, конечно, происходит оптимизация рекламного бюджета, потому что стоимость трафика, если мы будем говорить в доле от рекламы, от продаж, то чаще всего платные каналы… То есть есть такая рекомендация, что вы должны в рекламу вкладывать 5-7% от суммы вашего оборота. То есть, ну, это, конечно, если у вас нормальный оборот, тогда 5-7% вкладывать. Если оборот до 5 миллионов, я рекомендую где-то процентов 15 вкладывать для будущего роста. От 5 до 10 вы можете вкладывать 10%, а дальше, соответственно, опять процентов как хороший показатель для вложения в рекламу. От оборота, соответственно, доля рекламы от оборота. И вот здесь очень важный момент заключается в чем? Если мы, в общем, смотрим по всем каналам, то чаще всего там получается 5-7%. Если же мы смотрим непосредственно какой-либо платный канал, то чаще всего показатель этот будет раза в 3-4 выше. В итоге 5% уже становится 15%, может быть, и даже 20%. То есть, в среднем получается, что 15-20% доли рекламы в контексте будет всегда. С ремаркетингом у меня получалось возможность создать, когда это было 1 к 20. То есть, те самые желанные 5%. И если уже там дальше смотреть с учетом мультиканалки, то, соответственно, эффективность рекламного бюджета была очень хорошая за счет ремаркетинга. То есть, здесь важно понимать, что ремаркетинг как раз и помогает, увеличив конверсию, заработать гораздо больше, чтобы вы могли эти 5-7% нормально вкладывать в рекламу. Соответственно, что же такое ремаркетинг и ретектинг? Между ними разницы по сути нет. То есть, как это шутят, это те же яйца, вид сбоку. Давайте немножко забежим вперед. В принципе, разница между ретаркетингом и ремаркетингом только в последнем пункте серии ремаркетинга. Но при этом, в принципе, тот же ВКонтакте умеет работать с серием ремаркетингом. Просто ремаркетинг это чаще более глобальная вещь, а ретаркетинг в основном все используют для того, чтобы отфильтровать, как-то ремаркетировать аудиторию, которая была на сайте, но у вас в вашей базе нет. То есть, между ретаркетингом и ремаркетингом разница только в том, что ремаркетинг может делаться только по своим клиентам и в том числе по новым клиентам, которые не ваши клиенты, а потенциальные клиенты. Ретаркетинг может делаться только по потенциальным клиентам. То есть, они в вашей базе отсутствуют. Поэтому, по сути, разница только в последнем пункте. А так, каждый решает сам для себя, как называть это. Я считаю, что наиболее правильный термин – это ремаркетинг. То есть, разница с ретаркетингом не настолько существенна, чтобы выделять это в отдельный термин. Если у вас будут вопросы, задавайте вопросы. Я буду стараться отвечать на вопросы или сразу. Если это будет раскрываться в рамках презентации, я вам расскажу чуть попозже. Окей, где же брать ремаркетинговый трафик? То есть, в России, в принципе, существует, вы знаете, пять основных инструментов, сервисов, которые позволяют получить вам трафик, полностью охватывающий всю вашу целевую аудиторию. То есть, это, конечно, Google AdWords с Google Merchant Center. В данном случае я буду сейчас вам рассказывать в большей степени e-commerce, с примером e-commerce, потому что, в принципе, вы, как финансовые специалисты, тоже предоставляете e-commerce услуги. С e-commerce многие считают, что это настолько интернет-магазин. На самом деле, все, что устроено на каталожной основе – это e-commerce. А любой финансовый сервис, он имеет стандартный набор услуг, набор услуг, которые он предоставляет. Поэтому в данном случае чаще используется Google AdWords в связке с Google Merchant Center. В вашем случае это все можно обходиться на базе непосредственно Google AdWords. Хотя, с другой стороны, я бы все-таки рекомендовал бы вам перевести это что-то в вариант пресс-листа, так как это было бы удобно. Как раз Google AdWords изначально, когда он запускал ремаркетинг, динамический ремаркетинг, то есть, там есть статические, потом расскажу, что такое. Когда динамический ремаркетинг на базе какого-то каталога продуктов, продукт – это товар или услуга совершенно, любая это услуга или товар, то есть, неважно какой, потому что мы потребляем в основном продукты, и сейчас уже, если уже говорить более объективно, не придается ни одного товара без услуги. То есть, чаще всего услуга предоставляется, потому что услуга даже можно назвать продажу товаров в ближайшем продуктовом магазине. Все-таки люди позаботились, чтобы товар довести, скомплектовать, сделать нужный ассортимент. Товаров разнообразных очень много, поэтому все-таки услуга какая-то есть. Но возвращаемся к Google AdWords. Когда Google AdWords запустил динамический ремаркетинг, он изначально работал для интернет-магазинов. Но потом Google осознал, что в принципе e-commerce – это не только интернет-магазины. E-commerce – это совершенно любой сайт, предоставляющий услуги, причем не обязательно в B2C-сегменте розницы, но и в B2B. И самое главное, он построен на основе каталожной системы. То есть в рамках бизнеса есть четкий каталог услуг, который компания предоставляет своим клиентам. Поэтому в дальнейшем Google расширил, и теперь там можно рекламировать буки к сервису, соответственно, система там отелей, какие-то туристические услуги. И в принципе там есть даже возможность на любой каталожный сервис, соответственно, точно так же адаптировать. Можно даже там, не знаю, джоб-портал, доску объявлений, дабы динамический ремаркетинг – это будет работать. Поэтому e-commerce – это все, что построено на каталожной основе и, соответственно, предоставляется в виде какого-то набора услуг, продуктов, товаров, неважно. Соответственно, в Facebook для динамического ремаркетинга здесь требуется бизнес-менеджер. Вообще бизнес-менеджер я рекомендую создавать в Facebook всегда, потому что в данном случае получается создается учетная запись аккаунт корпоративный, и в нем, соответственно, все завязывается на корпоративный аккаунт. Поэтому если вы вдруг будете размещать рекламу в Facebook, я рекомендую бизнес-менеджера создать, там создать корпоративный рекламный аккаунт, потому что все остальные рекламные аккаунты привязаны к конкретному человеку. То есть они можно считать личные рекламные аккаунты. Соответственно, Яндекс.Директ с Яндекс.Метрикой связан для ремаркетинга. Яндекс.Директ не содержит, как Google AdWords, отдельных пикселей для ремаркетинга. Он использует данные Яндекс.Метрики. Ну, ВКонтакте, соответственно, у него нет никакого счетчика, поэтому он использует данные свои. Вы устанавливаете его коды на сайт и, соответственно, работаете с ним. И, соответственно, MyTarget, это группа компании Mail.Ru, использует для ремаркетинга, рейтинг Mail.Ru. То есть на базе своего счетчика тоже. То есть, с одной стороны, я, конечно, понимаю желание сервисов продвигать свои счетчики, но, с другой стороны, это неудобно, потому что очень часто информация передается не в полном виде, с задержкой, и это ухудшает, соответственно, ремаркетинговую компанию. Какие есть виды ремаркетинга? То есть, есть классический ремаркетинг, когда вы ставите пиксель на определенный раздел или на весь сайт, и, соответственно, люди набираются в так называемые сегменты, группы, списки ремаркетинга, и там вы можете, соответственно, с ними работать глобально. То есть, со всей группой пользователей вы работаете с одними и теми же объявлениями. Продуктовый товарный ремаркетинг. Вот как раз начинался с товарного ремаркетинга. Как ставить пиксели? По поводу ставить пиксели у меня ответ чуть дальше, в конце презентации я расскажу, как ставить, соответственно, пиксели. Для этого я рекомендую Google Black Manager использовать. Соответственно, а вообще вот здесь, давайте как раз я задам вопрос, вот кто здесь у нас сейчас слушает, какой вы проект представляете? То есть, здесь все это представляют финансовые сервисы, или все-таки не все сервисы предоставляются? О, не все представляют сервисы финансовые. В двух словах опишите ваш бизнес. Анастасия, я понимаю, что это микрофинансовая организация, да, у вас получается? Я правильно расшифровал ваш термин? Ну да, здесь финансовые все. Окей, то есть, в принципе, продуктовый товарный ремаркетинг, как раз давайте я буду раз многие банки здесь и микрофинансовые. Ну, для микрофинансов у вас, по сути, там 2-3 услуги, там займ до зарплаты и займ более длительный. Если с банками говорим, то здесь как раз вот этот продуктовый ремаркетинг, он может быть действительно глобальным. Потому что почти у любого банка есть, как минимум, несколько десятков разнообразных наборов услуг, которые скомплектованы в понятные продукты. То есть, там возьмем же, например, те же кредитные карты, у вас их может быть несколько вариантов. То есть, по сути, каждый вот именно... Вот я как раз вам буду объяснять e-commerce. Я активно работаю с e-commerce, и я решил не менять вам презентацию по ремаркетингу, потому что вы должны понять одну важную вещь. Несмотря на то, что ваши сайты не сильно похожи на интернет-магазины... Давайте забежим в сервер. Чуть-чуть, потом мы вернемся. Понимаете, здесь эта суть заключается в чем? В классическом интернет-магазине есть, условно, пять основных типов страничек. Это, соответственно, главное, список товаров, продуктов, категории. Категории по товару, категории по бренду, категории по стране изготовителя, там какие-либо любые другие возможные фильтры. Соответственно, далее это карточка товара, продукт. Дальше корзина. Ну, чекаут у не у всех есть, есть чаще всего корзина, из корзины оформляется покупку. Ну, соответственно, есть условно-промежуточные шаги, там, добавление в корзину и оформление покупки. То есть, в принципе, даже если у вас нету, как таковой, корзины и покупки, у вас все равно эти шаги есть. То есть, возьмем обычный банк. Вот, например, я не знаю, здесь есть Альфа, нету Альфа, я в Альфе обслуживаю. Вот в Альфе, на сайте Альфа-банка, там есть возможность посмотреть подробную информацию, то есть, список различных там комплексных услуг. Это, по сути, категория. Когда уже детально описание продукта, это карточка товара. И на карточке товара есть возможность оставить заявку. И сама заявка, это и есть корзина, можете называть это чекаутом, корзина, это не важно. А, соответственно, когда я заявку отправил, это и есть покупка. Поэтому, в принципе, любой проект можно подвести под стандартную логику. Вы такой же e-commerce, как и все остальное. Меня удивил очень сильно один проект, человек рассказывал очень интересную вещь. Он взял контент-проект, обычный контент-проект-блог, сам ввел. И он этот блог перевел на e-commerce-основу. Он прям учитывал оставление отзывов, там, прочитал, сколько раз человек прочитал, через именно воронку продаж такую. Конечно, он конвертировал дальше свои услуги, но, соответственно, заявки получал. Но мне очень понравилась идея, что он даже контент-ресурс перевел на e-commerce. Вот такую схему работы и оценки эффективности работы канала. В итоге он теперь понимает, какие каналы, какой трафик ему дают. То есть это, конечно, можно сделать и через сели, но он сделал через воронку продаж. И, соответственно, в вашем случае я бы вам рекомендовал бы использовать e-commerce-модули, даже несмотря на то, что вы не являетесь, по сути, интернет-магазинами. Вы не являетесь интернет-магазинами, но логика работы в мозгах ваших клиентов, она ничем не отличается от стандартной логики интернет-магазина. Воронка продаж, она всегда воронка продаж. И все, что вы там придумываете лишнее, на самом деле не так. По поводу лендингов. Если вы делаете лендинги, странички для приземления трафика, то даже лендинг, он имеет четкую структуру воронки продаж. Потому что первый экран, то есть первое, что человек видит, это, по сути, главная страничка. Если у вас есть вариативность предложения на лендинге, то, соответственно, вариативность – это и есть категория. Детальное описание, почему мы такие хорошие, почему эту услугу надо выбрать – это и есть карточка товара. Переход к форме корзина, заполнение формы, покупка. И все равно мы приводим к четкой схеме. Потому что именно по такой схеме все строятся более-менее успешные лендинги. Если на вашем лендинге ничего не продается, соответственно, вы просто пишете это для красоты, то, соответственно, никакой продажи у вас не будет и, соответственно, схема, конечно же, не будет работать. Поэтому, в принципе, схему e-commerce можно даже смотреть на лендинге. Вы просто делите весь лендинг на блоки и, соответственно, через JavaScript делаете так, чтобы человек, доходя до определенного блока вашего лендинга, видел там ту и это там, выполнялся тот или иной скрипт и, соответственно, передавался тот или иной тип просмотра странички. Соответственно, товарно-продуктовый маркетинг, он интересен вообще всем, потому что любой бизнес, даже там физик, он имеет все равно набор каких-то услуг, если он услуги предоставляет, которые чаще всего предоставляются им, его клиентам. Поэтому мы все так или иначе живем на базе каталога продуктов, товаров, услуг. Соответственно, дальше есть поведенческий маркетинг. Ну, с поведенческим маркетингом вы уже почти все сталкивались, потому что поисковый маркетинг в Гугле и в Яндексе он включен по умолчанию. И, соответственно, если вы, как пользователь, задали какой-то запрос в поисковой системе, то в дальнейшем за вами будет бегать объявление по этому поисковому запросу. То есть поисковый маркетинг очень хороший, интересный способ. Ну, соответственно, он как бы включается или выключается в зависимости от вашего желания. И, соответственно, есть очень интересный, сложный вид ремаркетинга, look-alike, похожая аудитория. Все виды ремаркетинга, которые здесь перечислены, они в основном завязаны на привлечении уже текущей аудитории. То есть или те, кто был на сайте для всех остальных видов ремаркетинга, или те, кто еще не дошел до сайта, это поисковый маркетинг. И единственный метод, единственный вид ремаркетинга look-alike, похожая аудитория, позволяет привлекать более-менее новую аудиторию. Но, к сожалению, look-alike достаточно сложные технологические решения, и я пока не видел очень хороших look-alike. Есть, в принципе, возможность ВКонтакте подобрать через тот же серебро сервис хорошего аудитория для ремаркетинга, то есть новую аудиторию. Но автоматических метамеханик я пока хороших не видел. То есть look-alike – это хорошая тема, но, возможно, в будущем системы найдут более интересный алгоритм. СРМ и ремаркетинг – это одновременно два варианта. Первый – это вы можете заливать данные ваших клиентов, контактные данные ваших клиентов. Тот же Яндекс, Фейсбук, MyTarget. И если, соответственно, там происходит сопоставление, если в сети зарегистрирован человек с данным телефоном, e-mail, чаще всего, конечно, это мобильный телефон, то в данном случае человек зачисляется в тот или иной сегмент. То есть вы, например, можете выбрать всех, кто покупал, всех, кто заказывал дебетовые карты, такого-то бренда. И, соответственно, эти данные залить в социальные системы, в социальные сервисы, рекламные сервисы. И, соответственно, по ним сегментирует реклама. Поэтому сервер-маркетинг работает как на экспорт данных, так и, соответственно, сервер-маркетинг может быть использован уже в внутренней базе. То есть, например, вы можете посмотреть, что там человек активно пользуется чем-то, и на основе его данных предложить ему какие-нибудь новые услуги, товары, продукты. Хороший пример сервер-маркетинга – это показала компания Target. Возможно, вы слышали о интересной ситуации, когда они поздравили молодую девушку с беременностью раньше, чем узнала она и ее семья. То есть они просто собрали данные о поведении большинства, очень многих клиентов, и заметили интересные как раз закономерные изменения, когда меняются вкусовые привычки человека, когда человек начинает покупать товары, то вероятность того, что девушка беременна, высока. И в итоге за счет именно собранной статистики они предсказали то, что человеку может быть нравится. Это, конечно, было, может быть, не сильно приятно, человеку узнать о том, что за ним следят и могут предсказать его поведение достаточно четко. Но вопрос технологий и личных данных, он всегда такой сложный и неоднозначный. То есть сервер-маркетинг – очень классная штука, и, в принципе, чем больше данных, тем больше вы понимаете, как с этими клиентами работать и что им можно предложить. Соответственно, в ремаркетинге есть два алгоритма работы. Статический ремаркетинг – это самый простой и понятный формат алгоритма работы на ремаркетинге. И по факту все клиенты, которые видят ваш пиксель, в плане видят, конечно, просто загружаются в их браузере, они, соответственно, помечаются в определенный сегмент, формируется группа. И в дальнейшем вы общаетесь с этой аудиторией как с группой. То есть рекламное сообщение вы пишете и адресуете всей группе. То есть вы не можете персонально сделать кому-то какое-то предложение. Ну, хотя, в принципе, если вы разобьете сегменты на очень мелкие, там будет один-два человека, то вы получите очень-очень персональное предложение. Но чаще всего в сегментах будет несколько тысяч, может быть, даже десятка тысяч людей. И, соответственно, этим людям вы пытаетесь адресовать какое-то сообщение. То есть статический вид ремаркетинга – это тогда, когда вы просто поставили код, и, соответственно, система, с которой вы работаете, набирает данные в свою группу. В динамическом ремаркетинге вы передаете данные. Соответственно, он работает по принципу Google Analytics или Яндекс.Метрики. То есть по каждому пользователю собирается информация, и в дальнейшем делаются выборки. Какая разница между динамическим алгоритмом и динамическим ремаркетингом? Разница в том, что динамический алгоритм – это составная часть динамического ремаркетинга. То есть вы формируете пул данных и передаете. То есть если мы говорим, например, о интернет-магазинах, то интернет-магазины передают тип странички, на которой человек находится. Это вообще, в принципе, заложено во все сервисы. Именно вот эта классическая воронка продаж уже внутри интернет-магазина. Вы передаете тип странички. И, соответственно, вы передаете туда список ID товаров, которых клиент видит. То есть если он видится в категории товар 1, 2, 3, соответственно, мы передаем 1, 2, 3. Если это уже карточка товара, то мы передаем, конечно же, один ID товара, который человек видит. И, соответственно, Google и Яндекс, они понимают, что человек приблизился на какое-то количество шагов к покупке. И, соответственно, эту статистику они используют. Поэтому динамический ремаркетинг состоит из трех основных вещей. Это, соответственно, тета-кода ремаркетинга с передачи данных в него. То есть вы передаете данные. И через ID товара в вашем прайсе, в вашем каталоге товаров, в каталоге продуктов, в каталоге услуг. Вы, соответственно, связываете его поведение с товаром. И дальше эта информация отображается в непосредственно рекламном материале. Да, возможно, вам покажется, что ваш формат не подходит для динамического ремаркетинга. Я вам разочарую. Еще как подходит. Потому что, в принципе, человек может не заинтересоваться одним комплексной вашей услугой, какой-то набором услуг. Но может заинтересоваться другой. Вы так или иначе ремаркетинг используете. Особенно это может быть актуально для лизинга. Юлия, а лизинг у вас какой? Вы что предоставляете? Оборудование, не оборудование? И подскажите, пожалуйста, вы лизинг все-таки предоставляете для крупного бизнеса или для какого? Автотранспорт. Да. Мало и средние предприятия. Но вот в вашем случае, в принципе, ремаркетинг... Давайте вот еще уточним очень важную вещь. В принципе, ремаркетинг, ретаргетинг – это хорошая возможность привлечения трафика для розничных продаж. Если мы говорим о B2B-продажах, то чем крупнее бизнес, тем хуже начинает работать ремаркетинг. Потому что там принимают решения разные люди. Когда мы что-либо продаем, или покупаем, ну, когда мы продаем, это понятно, когда мы покупаем, то в момент покупки каждый из нас играет разные роли. Причем эти роли чаще всего в розничных продажах играет один и тот же человек. Хотя бывают исключения. Роли вот следующие бывают. То есть, соответственно, мы можем быть инициатором покупки. Мы, соответственно, можем быть лицом принимающим решения. Мы можем быть финансистом, который оплачивает эту покупку. Соответственно, лицом принимающим решения, я уже сказал. И, соответственно, потребителем, который потребляет этот продукт, и оценщиком. То есть, в рознице чаще происходит, что мы выполняем все эти роли. Бывают случаи, типа, вот, когда мы покупаем одежду детишкам. Иногда детишкам одежка не нравится, а родители счастливы. То есть, потребителем является ребенок, а оценку все равно выносят родители. Ой, красивый ребенок одет. Или вот тот же пример с Макдональдсом. Или со всякими кафешками, которые открывают у себя детскую игровую зону. То есть, они делают это для того, чтобы ребенку было интересно прийти, пообщаться, побеситься, повеселиться. А в это время родители, конечно, кушают. То есть, в принципе, здесь инициатором является, конечно же, ребенок. Соответственно, потребителем здесь является в большей степени ребенок. И, соответственно, нравится, не нравится оценщикам тоже является ребенок. Соответственно, в разнице иногда бывают моменты, когда разные люди выполняют разные роли в процессе продаж. В бизнесе, к сожалению, или к счастью, я не знаю, в зависимости от того, как смотреть на это, многие люди, чаще всего, несколько людей, выполняют каждую свою роль в процессе покупки. Кто-то может просто инициировать покупку, кто-то будет потреблять, оплачивать, конечно, чаще всего будет бухгалтерия и так далее. То есть, получается, что в бизнесе вы, ну, тот же момент, вот, например, секретарь пошел смотреть там какую-то информацию, каким-то товарам, услугам, он нашел, подготовил отчет, передал его руководителю. И все. То есть, сколько бы мы ни бегали за секретарем с ремаркетингом, это не сработает. Поэтому я рекомендую смотреть следующую вещь. То есть, если мы говорим, вот мне нравится государственное деление на размер бизнеса по денежному оборудованию. Соответственно, до 70 миллионов в год это микробизнес. А от 70 до 400 это малый. Средний это 400 миллиард и от миллиарда это короткий бизнес. В общем, ремаркетинг неплохо работает на микробизнес. Потому что микробизнес чаще всего использует при принятии решений свой потребительский опыт. То есть, владельцы бизнесов, небольших бизнесов, чаще всего используют именно то, что они делали как потребители при принятии решений. Поэтому на них чаще всего ремаркетинг работает достаточно эффективно. С малым бизнесом, то есть, чем выше этот бизнес от 70 миллионов в год, тем, соответственно, все бизнес становится все более и более похож на нормальный бизнес. И тогда уже разделяются роли очень сильно. В итоге получится, что может быть даже бизнес, зарабатывающий 200-300 миллионов в год, он уже не настолько ремаркетингу хорошо подходит, как все остальное, как там все меньше. О среднем и коррупном бизнесе вообще не стоит говорить как методе привлечения для ремаркетинга. Потому что средний бизнес уже старается проводить какие-то тендеры, все по-другому. Там какой-то личной продажи, особенно в B2B сегментах финансовых услуг. А вот касается уже крупного бизнеса, это вообще отдельная песня. То есть, крупный бизнес, вероятнее всего, всегда покупает только через тендеры, через какие-то условия. То есть, я просто работал в B2B сфере, поэтому я знаю, как можно год гоняться за клиентом, чтобы, соответственно, он у тебя что-то купил. Поэтому, касаясь ремаркетинга, то есть, микрофинансовая компания ремаркетинг может быть интересен. Соответственно, для банка тоже интересен в разрезе именно физических лиц на рознице. А вот уже говорить о каких-то там непосредственно лизинг для малого бизнеса, может быть, пойдет, надо смотреть, пробовать. Для среднего бизнеса я очень сильно сомневаюсь, что ремаркетинг будет эффективен. Соответственно, динамический ремаркетинг очень классная штука. И если вы сможете создать каталог продуктов для загрузки в эти рекламные системы, то лучше это использовать. Единственное, что только Google AdWords умеет работать на каталожной основе с любыми, с любыми почти сервисами. Все остальные сервисы используют прайсовую модель. То есть, они потребуют от вас прайс-лист. Поэтому я рекомендую обдумать этот вариант. Да, это не стандартное решение. Вам потребуется этот прайс-лист ручками делать как-нибудь там на вашем компьютере, там загрузить на сервер или может загрузать сервисы. У нас редко будут обновляться. Это не интернет-магазины. Но все равно вам потребуется подстроиться под эту логику. Потому что большинство сервисов динамического ремаркетинга требуют именно прайс-лист в формате Яндекс.Маркет.Лэнгвич.Юмэль. В формате Google Fit. Или, соответственно, тот же Mail.Ru требует в своем формате. Это видоизмененный Яндекс.Маркет.Лэнгвич.Юмэль. Ну, соответственно, что и где работает. Ну, классический ремаркетинг работает, конечно же, везде. Если мы смотрим уже другие виды ремаркетинга, продуктовый ремаркетинг работает почти везде, кроме ВКонтакте. Это единственная сеть, которая осталась без динамического рекламного модуля. Но, соответственно, у нее есть свои плюсы и минусы. Поведенческий ремаркетинг работает везде, где есть поисковая система. MyTarget – это компания Mail.Ru. У них есть небольшая поисковая система. Поэтому там поисковый ремаркетинг работает. Lookalikes, к сожалению, работает только в зарубежных сетях. В принципе, ВКонтакте можно сделать, но это не назвать только лайком. Это все-таки такой подбор похожей аудитории по вашим критериям. Яндекс недавно, можно сказать, научился, но пока не особо хорошо. Соответственно, с сервером ремаркетингом умеют работать только социалки. И Google, который тоже имеет очень много данных о всех пользователях и, в принципе, может иногда сопоставить данные с конкретным пользователем. Но в основном она рассчитана на гугловскую почту, конечно же. Так, что-то зависло от висла. Соответственно, какие виды ремаркетинга работают, где? Статический ремаркетинг работает везде. Для Яндекс.Директа ремаркетинг статически набирается через Яндекс.Метрицу. У MyTarget это, соответственно, рейтинг Мэлл.Ру. Я, конечно, понимаю сервисы, которые пытаются продвинуть свои счетчики, потому что эти данные полезны для Яндекса и Мэлл.Ру. Они эти данные могут использовать для повышения эффективности рекламы. И в том числе для RTB-систем. Все знают, что такое RTB-система? RTB-система. В общем, рекламный аукцион, я думаю, понятно, что такое в Яндексе. То есть, всю рекламу вы покупаете на основе непосредственно ставок, которые вы определяете в Яндексе. Поэтому, когда возник вопрос, как же жить дальше в медийной рекламе, то медийная реклама решила точно так же перейти на рекламный аукцион. Соответственно, покупать просто рекламу за показы на основе рекламного аукциона тоже никому не интересно. Потому что сейчас аудитории очень много, и хочется сделать какое-то персонализированное сообщение к ней, этой аудитории, и, соответственно, сделать предложение, от которого клиенту будет сложно отказаться. Поэтому и возникла идея создать RTB. То есть, RTB объединяет, соответственно, три основных элемента. Там, конечно, больше в экосистеме RTB функционала внутри, но есть три ключевых элемента, без которых RTB работать не будет. Соответственно, есть SSP-платформа. Я сейчас не помню, я могу путать немножко. SSP, DSP и EDMP. Кажется, SSP-платформа – это платформа, которая продает. И вот, я сейчас не помню, как она расшифровывается, напомнить будет этому себе. В общем, SSP, насколько я помню, это платформа, которая продает рекламодателям рекламу. DSP – это платформа, которая работает на стороне площадок. То есть, они через нее размещают рекламу для того, чтобы продать. Потому что, в принципе, к одному SSP-то SSP может быть подключено несколько DSP и наоборот. И есть еще очень важная составляющая – это ДМП – Data Management Platform. Это платформа, которая обладает знаниями. Вы, как рекламодатели, создаете хороший портрет аудитории, который вы хотите охватить. И, соответственно, в ДМП эта информация старается сопоставить и выбрать именно ту аудиторию. Конечно, вряд ли ДМП-системы смогут выбрать, что человек, не знаю, вы хотите, чтобы по конкретным маркам, то есть, люди, которые войдут конкретные марки автомобиля, увидели вашу рекламу. С сожалению, такого не получится. Но более глобальная тема, то есть, люди вводят там дорогие машины, люди интересуются этими дорогими машинами. Как-то можно сопоставить по большим темам. И в итоге, по сути, RTB на базе аукциона предлагает купить место. И дальше каждый оплачивает уникальный показ, который, соответственно, он хочет купить. Надеюсь, что дальше это сконвертируется. При, вообще, в основе любой системы, и особенно в том числе RTB, лежит принцип eCPM. То есть, eCPM, стоимость 1000 показов, cost per million. То есть, это стандартный формат, когда вы покупаете медийку, и говорите, я хочу там столько-то тысяч показов. И вам, соответственно, это количество показов подгружается. eCPM рассчитывается, наоборот, из кликов действий, которые происходят после показа, и переводится все это к понятной вещи. Это, соответственно, показ страничек, который у вас происходит там, или у рекламной системы происходит. Давайте объясню, как это происходит. То есть, давайте предположим, что у нас есть два объявления. У первого объявления стоимость клика всего рубль. Но при этом CTR этого объявления пусть будет 10%. Вот, соответственно, есть второе объявление, у которого стоимость клика 9 рублей. Но при этом у него CTR всего 1%. Если мы возьмем 1000 показов, и с 10% CTR мы получим с данного количества показов где-то 100 кликов. 100 кликов умножаем на рубль. В итоге получаем, что eCPM данного рекламодателя, данного рекламного объявления 100 рублей. А теперь мы возьмем второе объявление, где всего 1% CTR. И, соответственно, получим 10 кликов, умножим на 9 рублей и получим 90 рублей. То есть, в итоге, если рекламная система будет базироваться на eCPM, и она будет заинтересована в показе хорошего объявления, с хорошей маржинальностью для них, то, конечно же, им выбрать интереснее было бы первое объявление первого рекламодателя, потому что итоговая доходность на 10 рублей будет выше. То есть, почти там, почти на 11% от второго рекламодателя объявления. Конечно же, формулы ранжирования объявлений гораздо сложнее в любых рекламных системах. Но понимание eCPM как раз и дает вам возможность понять, какое объявление будет хорошо работать и как вы пойдете дальше. То есть, как раз там есть клика и все остальное будет. Поэтому важна не сама ставка за клик, а важно сочетание CTR и, соответственно, ставка. В итоге более качественные рекламные объявления будут, безусловно, получать клики за меньшую стоимость. То есть, как раз RTB это и есть, соответственно, платформа, которая позволяет рекламодателям, ну, они продают за показы рекламы, соответственно, высчитывать примерную стоимость трафика для того, чтобы потом это компенсировать. Но при этом в RTB платформах основным показателем, конечно же, является eCPM. То есть, тот, кто предложит более высокую стоимость, тот и выиграл. Поэтому, по факту, Яндекс и, соответственно, Мэл.Ро собирают данные для своего непосредственно RTB-ассортимента. И, кстати, с помощью этих данных они в дальнейшем, возможно, будут активно работать на RTB-рынке. Потому что сейчас Яндекс уже давно работает, они купили где-то года два назад компанию AdFox, которая тоже была раньше баннерной крутилкой. И они сейчас тоже в RTB работают. Но в Мэл.Ру я не слышал о таких больших покупках. Но, в принципе, они эти счетчики как раз ставят для того, чтобы как можно больше данных собрать. Но, к сожалению, эти счетчики в ремаркетинге начинают глючить, передают данные с ошибками, с задержкой. И, соответственно, рекламные кампании, ремаркетинговые точно так же могут стать хуже. Окей, соответственно, как работает ремаркетинг? Соответственно, есть у нас условно два раздела. Это чай и кофе. И, соответственно, мы можем по этим разделам разделить аудиторию, сегментировать и, соответственно, создать объявление. Если мы говорим о статическом ремаркетинге, то в данном случае происходит разделение на две группы. То есть все, кто был в этом разделе, и все, кто был в этом разделе. Там чай, кофе. И, соответственно, в дальнейшем мы отправляем им одно сообщение или не одно сообщение. Но оно стандартное сразу же для всех. То есть оно не персональное. Поэтому статический ремаркетинг работает гораздо хуже, чем динамический ремаркетинг. Клиенту все-таки интересное персонализирование. По сути, у нас в ВКонтакте он может только статический ремаркетинг размещать, поэтому ВКонтакте периодически начинает неэффективно работать. А все остальные позволяют динамические элементы использовать и подбирать аудитории именно ту информацию, которая ей интересна. И вот здесь как раз вторая табличка. Это пример работы динамического алгоритма. То есть он собирает по принципу Google Analytics или Яндекс.Метрики, в зависимости от того, что вы пользуетесь, он собирает данные о том, какой раздел человек смотрел. И в дальнейшем из этой таблички система может выбрать непосредственно тех, кто был только там, или только только там, или их в кофе, в чай, и, соответственно, на них уже давать рекламу. Ну, соответственно, классическую воронку продаж вы уже смотрели. И именно в классическую воронку продаж можно уложить вообще любой, для e-commerce проекта, конечно же, совершенно любой ресурс. Не важно как, еще раз, не важно то, что у вас как таковых нету карточек товаров, у вас нету корзин, у вас нету покупок. У вас все это есть немножко в другом виде. То есть все равно человек думает именно в воронке продаж. То, что ваш сайт не явно это делает, это может быть плохо. То есть, может быть, стоит это более явно делать. Потому что у Альфа-банка мне очень нравится все это в этом плане. То есть все, что мы здесь обсуждаем в рамках воронки продаж, их все странички, которые у них там есть для продажи физика, да и для B2B сегмента, я у них там обслуживаю, как физик и как эпэшник. Точно так же все реализовано. То есть есть и главная страничка для каждого своя, и для физика, и для розницы. Дальше есть список товаров, по сути список продуктов, их услуг комплексных. Дальше ты выбираешь на карточке товара и оттуда отправляешь заявку на подключение, заявку на что-либо другое. И, соответственно, эта форма самозаявки – это корзина, а непосредственно покупка – это когда я, соответственно, заявку отправил. Поэтому продажа происходит точно так же на сайтах, на банках, лизингах и всех остальных, особенно микрофинансовые организации, которые там заполняются заявки через онлайн. И я правильно понимаю, Анастасия, вы очень много заявок через онлайн получаете? Ну вот, практически все. Для вас тогда вот эта классическая воронка продаж очень-очень хороша. Единственное, что у вас, по сути, один продукт. Вам, конечно же, в принципе, не надо прям суперсегментацию вводить. Окей. Соответственно, в динамическом ремаркетинге Google делает очень правильную вещь. Он делит всю аудиторию на четыре группы. Несмотря на то, что у нас есть пять основных страничек, главная, категория, карточка товара, продукт, корзина и, соответственно, покупка. Google Analytics, Google AdWords делит все-таки четыре аудитории. То есть, есть те, кто непосредственно сделали заказ, и, соответственно, за ними мы их догоняем, начинаем крыселить, обселить и все остальное. Потому что, опять же, если мы возьмем классический интернет-магазин, и человек купил смартфончик, то пока он этот смартфончик купил, мы, соответственно, можем ему продать какие-то чехольчики, какие-то еще варианты, или там обселить, продать ему гарантию негодовую, а двух-трех годовую. То есть, большинство техники за это время нормально работает. То есть, мы, по сути, получаем дополнительную прибыль без особых усилий. Соответственно, мы можем за ними гоняться, за клиентами. И, в принципе, если у вас не одна услуга, а все-таки несколько таких предложений, продуктов, вы можете клиенту предложить еще услугу. И пока он вас помнит, вы можете, соответственно, это же использовать. Поэтому, в принципе, я рекомендую делать группу в вашем случае понимания. Это те, кто заполнил там ту или иную заявку на получение ваших услуг. И, соответственно, считать их как покупатели. И пока они о вас помнят, предлагать какие-то еще, возможно, другие. Ну, это, конечно, надо все проверять, смотреть, анализировать. Потому что, в принципе, задача хорошего маркетолога – это понять, что же он делает правильно, чтобы это повторять, пока это возможно. Если маркетолог неэффективен, чаще всего он сначала что-то делает, а потом ищет обоснование этому. Найти обоснование достаточно легко, цифры не ворот, ворот их отношение к этим цифрам. И вот в качестве примера. То есть я могу сказать, что там 100% опрошенных людей сказали, что наш товар самый лучший. И добавить, что все, не согласно с селс-менеджером, уже уволены из компании. Все. То есть на самом деле цифры не ворот, ворот просто точка зрения на эти цифры. Поэтому, возвращаясь к покупателям, стоит за ними гоняться. Единственное, что надо, конечно, проверять, насколько на вашем рынке для вашего продукта, с вашим, понят, уровнем как раз сервиса и каких-то других факторов, это работает или не работает. Соответственно, то же самое сброшено корзиной. В данном случае у вас сброшена корзина, это будут те люди, которые перешли на страничку оформления заявки, может быть, начали ее заполнять, но не закончили. То есть по какой-то причине они не смогли это сделать. Причин есть вагон и маленькая тележка. То есть, опять же, человек на рабочем месте заполнял заявку, шел начальник, он закрыл браузер. Там забыл, как я уже говорил, то есть можно просто банально забыть о том, что ты хотел сделать какой-то заказ. Поэтому за этими людьми стоит бегать. То есть, в данном случае мы видим вторую группу. То есть те, кто был в корзине, те, кто был в оформе, но, соответственно, не оформил форму, не сделал заказ. Следующая группа – это те, кто был на карточках товара. То есть, в принципе, если человек заходит на карточку товара, он заинтересовался достаточно сильно товаром. Я вам рекомендую посмотреть ваши сайты и, соответственно, посмотреть, насколько часто заходит на подробное описание ваших товаров, услуг. Если, конечно, у вас несколько различных товаров, услуг для ваших клиентов. В принципе, рекомендую, это моя рекомендация, она может быть не сильно правильна, может быть правильна. Я рекомендую, чтобы не менее 40-50% от общего количества просмотров страничек приходилось на карточке товара. Потому что чаще всего именно с карточки товара, с подробным описанием ваших продуктов на вашем сайте, происходит покупка. В некоторых интернет-магазинах есть еще возможность купить из категории, но чаще всего все-таки покупка происходит с карточки товара. Поэтому, если клиент не дошел до карточки товара, то как он у вас что-то может купить или оставить заявку? У меня был очень хороший, интересный пример, когда клиент пришел ко мне новый, я провожу экспресс-аудит, смотрю веб-аналитику и стараюсь понять, насколько глубоко у него заходят люди на сайт. Крест жалуется, что вот у меня ужасная конверсия в покупку. Я посмотрел, и да, конечно, у него ужасная покупка в конверсии, потому что у него всего 15% людей доходит до карточек товара. То есть настолько неудобный интерфейс, что клиенты просто банально не доходят до карточки товара. А дальше, конечно, те, кто дошел до карточки товара, единицы добавляют в корзину, и еще меньше это доходит до покупки. То есть важный момент заключается в чем? Если у вас встает вопрос увеличения конверсии финальной, то есть формы в заявку заполненную, то для того, чтобы увеличить в два раза именно данный параметр, конверсию в финальную заявку, ну вообще в принципе в общем сайте на финальную заявку, вам необходимо пройти по каждому шагу и каждый шаг увеличить в два раза. То есть если вы увеличиваете в два раза добавление в корзину, в два раза просмотр карточек товаров, в два раза категории, то в этом случае вы увеличите на том же рекламном бюджете конверсию в два раза в легкую. Поэтому очень важно смотреть, сколько людей у вас доходит до подробного описания ваших услуг, предложений, товаров. И соответственно вот Google очень правильно все это выделяет в одну группу, чтобы люди заинтересовались, но еще не определились. И соответственно четвертая группа это все остальные. То есть все остальные те, кто не дошел до карточек товара, то есть тот, кто был только в категориях, тот, кто был только на главной страничке. Это наиболее хороший интересный вариант, потому что в данном случае эти люди просто не заинтересовались. Может быть им было интересно, но вы их не привлекли. То есть постараться бороться за них в принципе нет смысла. Поэтому вот когда я настраиваю ремаркетинг для своих клиентов, то я делаю следующий вариант. Для тех, кто купил, я чаще всего делаю плюс 50%. Но это конечно же стоит делать тогда, когда у вас есть что предложить еще клиенту, и соответственно вы предлагаете товару, повседневного продукта, повседневного спроса. То есть ему может потребоваться еще через какое-то время еще что-то. И соответственно это позволяет вернуть человека 2-3 раза, чтобы человек сделал 2-3 раза заказ и повысить его привязанность к интернет-магазину или к сервису, чтобы соответственно клиент привык работать с этим сервисом. Для брошенной корзины, бросивших заполнять заявку, можно увеличить на 25%. То есть эти люди сделали все-таки достаточно большой шаг к покупке, к заполнению заявки, но не закончили. То есть их надо просто подтолкнуть. Соответственно для тех, кто посмотрел подробное описание продукта, я оставляю 100% суммы, которая ставится по умолчанию. А соответственно гостей, есть два варианта. Если товар достаточно сложный, то конечно же имеет смысл вообще эту аудиторию даже не рассматривать, не пытаться ее привлечь. Ну или в крайнем случае можно сделать минус 50% от базовой цены. В итоге получается достаточно эффективно. То есть на кого-то мы нацеливаемся очень хорошо, а кого-то просто стараемся догнать. И соответственно вот пример, как это работает. То есть прайс-лист в Google Merchant Center или каталог товаров вы можете сделать в Google AdWords без Merchant Center. Данные о том, что пользователь делал на сайте. И через ID товара, который мы передали с сайта и который есть в товарной базе, мы соответственно формируем рекламные предложения, от которого клиенту будет сложно отказаться. Какие стратегии ремаркетинга существуют? То есть стратегия это соответственно метод формирования сегментов, групп, списков ремаркетинга и соответственно ремаркетинговых компаний. Ну, безусловно, есть базовые простые стратегии. То есть это привлечение посетителей сайта в социальные сети. Человек, который был на нашем сайте, с большей готовностью станет фаном нашей странички, чем человек, который не был на сайте. То есть, как я уже говорил в начале, нам нужно очень-очень много касаний сделать с человеком, с нашим потенциальным клиентом, для того, чтобы он стал нашим настоящим клиентом. И как раз фан нашей официальной странички – это одно из возможных касаний. Поэтому всех, кто был на нашем сайте, мы, соответственно, приглашаем в нашу группу или страничку в социальной сети. И, соответственно, с ним дальше коммуницируем уже в рамках данного формата. Есть возможность сегментировать посетитель на основе разделов страничек. То есть мы, соответственно, сегментируем какой-то в разделе, для какого-то раздела ставим пиксель ремаркетинга, тег ремаркетинга, и, соответственно, эту аудиторию выделяем в определенный сегмент. И в дальнейшем мы, соответственно, адресуем им определенные сообщения. Дальше – это сегментирование фанов социальных сетей. То есть раз мы можем привлекать непосредственно с нашего сайта в социалке, почему бы наоборот не делать? Во-первых, мы можем сегментировать фанов. Те, кто наши клиенты, те, кто не наши клиенты. Это, в принципе, возможно идентифицировать. И, соответственно, им предложить. Раз вы следите за нами, давайте станете нашим клиентом, если вы не наш клиент еще. Ну, по поводу сегментации посетителей на основе источников трафика – это очень интересная вещь, особенно для тех, кто делает всякие какие-то конкурсы. И, например, в определенный случай там необходимо какие-то индивидуальные предложения делать для тех, кто перешел, скажем, из ВКонтакте. То есть мы делаем какие-либо непосредственно спецакции, промоакции, и смотрим, как люди переходят оттуда, и на сайте их догоняем с помощью специальных инструментов, то есть каких-то, не знаю, может быть, и сервисов. Предлагаем им какие-то возможности, о которых мы рассказывали в этой промоакции или спецакции. И дальше, соответственно, можем сегментировать. Это я просто привел пример, как мы можем сегментировать и ключевые слова, там можем каналы, источники трафика, смотреть брендирование, брендирование трафика, так, вариация, все, что мы можем отследить, это мы можем использовать в качестве сегментации. Ну, соответственно, look-alike, похожая аудитория, это тоже очень хорошая, интересная базовая стратегия, но, соответственно, она достаточно сложная. Это набор основных базовых стратегий, как можно работать. И, конечно же, есть еще e-commerce стратегии, которые, опять же, вам подходят в том числе. Не стоит говорить, что мы не интернет-магазин, что мы совершенно разды. На самом деле, черный цвет – это черный, белый цвет – это белый. Вне зависимости от того, где вы его покупаете и как вы его покупаете, и где вы его пытаетесь использовать. То есть, логика все равно остается та же самая, люди работают в рамках воронки продаж. Соответственно, какие есть стратегии для e-commerce проектов или для e-commerce алгоритмов. То есть, продуктовый, таверный ремаркетинг – это как раз в основном динамический ремаркетинг, чаще всего он делит на, соответственно, просмотренные категории или, соответственно, продукты. То есть, собирает данные на основе продуктов и как человек взаимодействует с данными продуктовами. Ну, соответственно, брошенная корзина в вашем случае – это брошенная заявка. Это очень понятная простая стратегия, которая достаточно быстро настраивается на любом рекламном сервисе. И, соответственно, вы сможете этих людей догонять. Ну, работа с покупателями cross-selling, up-selling, наверное, в вашем случае достаточно сложно сделать. Но, в принципе, опять же, как я уже говорил, можно предлагать клиенту, купившему смартфон, чехол и предлагать сделать это сейчас. Или можно предлагать там страховку длительную или гарантию длительную, пока он новый купил смартфон со скидкой. То есть, например, стандартная стоимость страховки у нас, например, 1000 рублей, а так как вы купили только-только свой смартфон, мы вам можем предложить это за 800 рублей. То есть, сделать скидку. Ну, соответственно, возврат клиентов по истечению срока потребления – это тоже интересный вариант. В большей степени это, конечно, касается физических продуктов. Они имеют срок потребления. Если мы говорим... Ну, извините, немножко что-то в горло попало. Ну, возврат на клиента по истечению срока, как я уже сказал, это больше для физических товаров, услуги, к сожалению, не настолько подходит к этому. Хотя, может быть, лизинг – это тоже как вариант смотреть по истечению срока потребления продукта и, соответственно, предлагать им еще что-либо. Сори, что-то у меня голос сел. Сегодня уже просто провожу почти третье обучение, четко сегодня день обучения. Окей, работа с сегментами. То есть, как можно работать с сегментами? Ну, соответственно, у нас есть несколько основных типов операции, работая с сегментами, списками нашей аудитории. Соответственно, статический ремаркетинг, алгоритм работы ремаркетинга не поддерживает подавляющее большинство операций, но базовые операции он все равно умеет делать. Геновически поддерживает все. То есть, что это такое? Суммирование – это самый простой вид ремаркетинга. Например, вы сделали разделение по сегментам, а теперь хотите суммировать все разделы в одну большую аудиторию и сделать им какое-то общее предложение. Вычитание – это как раз наоборот. То есть, вот здесь вы как раз будете сталкиваться. В принципе, вычитание вы будете, наверное, чаще всего использовать. Наиболее популярный вид алгоритма ремаркетинга для вас будет статический. Поэтому вы будете работать с сегментами. Следовательно, для того, чтобы сделать те, кто у вас не заполнил заявку, соответственно, вы делаете первую группу – это те, кто перешел на страничку оформления заявки какой-либо. И вторую страничку вы, соответственно, второй сегмент, вторую группу, список ремаркетинга делаете на тех, кто подошел там спасибо за вашу заявку. Конечно, это надо научиться отслеживать. Если у вас заявка в рамках одной странички работает, то, соответственно, вам необходимо будет доработать так, чтобы, если вы не используете систему так менеджмента, мы о ней поговорим попозже, чтобы, соответственно, ваш программист доработал сайт и в нужный момент выдавался нужный код рекламной системы, ремаркетинговый код. И вы сможете потом, в дальнейшем, взять тех, кто дошел до формы, но не дошел до спасибо за заполненную заявку. То есть это как раз вычитание и исключение. Следующее – это пересечение. То есть те, кто там и там есть. Данная операция уже возможна только для динамического ремаркетинга, потому что в статическом ремаркетинге нужно два действия сделать. А чаще всего статический ремаркетинг поддерживает только одно действие. То есть я пока не видел сильно сложных комбинирований, которые есть. Ну вот Google – это отличается от Google AdWords, отличается от всех остальных сервисов. Там можно очень сложные варианты комбинировать всяких условий. Ну и, соответственно, какие у нас еще остаются варианты – это временные периоды, тоже динамический ремаркетинг, потому что он, по сути, ведет лог так же, как Google Analytics и Яндекс.Метрика, как система аналитики. Поэтому временные периоды и работа со старыми данными возможна только при динамическом ремаркетинге. То есть он берет из данных, которые есть в базе в логах, выбирает нужную аудиторию и динамически формирует список. То есть человек, который, соответственно, был сначала только в покупке, то есть только в корзине, а потом, соответственно, он купил, он динамически перемещается в группу покупателя. То есть его уже, по сути, нету в группе корзинчиков. То есть те, кто бросил корзину. Потому что выборка в динамическом ремаркетинге происходит автоматически. То есть человек постепенно переходит из одного сегмента в другой. Поэтому как раз и возможности со временем, в том числе только для динамического ремаркетинга. Ну и, конечно же, для динамического ремаркетинга комбинирование, потому что сложная операция. Хотя Google AdWords некоторые возможности для статического ремаркетинга тоже использует при комбинации, но все равно это не настолько хорошо, как с динамическим ремаркетингом. Соответственно, кто что умеет? Ну, как всегда, Google умеет почти все. А, точнее, все. Facebook умеет почти все. К сожалению, российские сервисы не все возможности умеют для использования. MyTarget и Яндекс.Директ могут работать со старыми данными. Но, конечно, при условии, если эти данные есть в Яндекс.Метрики или в Рейкерс.Байл.Ру, то тогда вот можно с ними работать. Во всех остальных случаях, конечно же, нет. Ну, а по поводу классических базовых вещей, суммирования и вычитания, конечно же, все сервисы умеют. Соответственно, как ставить лучшие коды ремаркетинга? То есть, в принципе, есть два основных метода. То есть, первый основной метод, это, соответственно, ставить через вашу IT поддержку, то есть, службу, которая управляет сайтом. Но, в данном случае, вероятность того, что вы это поставите в разумные сроки, невелика. Второй вариант, это, соответственно, использовать систему Tag Management. Кто-нибудь с системами Tag Management работал? Кто-нибудь знает, что такое Google Tag Manager? Ну, я пока вижу один нет, и подозреваю, что другие тоже вряд ли с ним когда-либо работали. Ну, соответственно, что такое? Вообще, давайте как раз обсудим. Вот что-то у меня здесь разъехалось презентация. Презентация как-то немножко. А, это так сказать. Ну, ладно. Что же такое Tag Management? То есть, в принципе, мы сейчас на наши сайты ставим очень много всяких пикселей, трекеров, тегов и всего любого, то, что помогает нам понять эффективность этой рекламы. То есть, как она работает, зачем она работает и почему. В принципе, есть основные, несколько основных видов тегов. Это Web Analytics, Google Analytics и Andex Metric, отслеживание конверсий, анализа CPO, то есть, это вот Google AdWords умеет анализировать самостоятельно. У него есть пиксели конверсии, там, каких-то заявок, не обязательно покупки. CPI-системы, как раз, которые отслеживают и работают за CPO и там Cost Per Sales, разделение прибыли. Соответственно, ремаркетинг, куда же без него. То есть, ремаркетинг, это и есть контекстно, таргетированная реклама. Также и CPI-системы тоже используют ремаркетинг. Ну, и, соответственно, коммуникация с клиентами, то есть, теги, которые помогают как-то общаться с клиентами. Ну, и все остальные теги, которые мы ставим на сайт. Соответственно, в принципе, мы можем тот же live chat ставить через систему Tag Management. Системы Tag Management, они делают две основных, наверное, вещи. Первое – это повышение скорости установки любых тегов на сайт. То есть, вы ставите эти теги без поддержки ваших айтишников, потому что айтишники потребуют ТЗ, пока они согласуют, потом они дойдут. Поэтому крупные компании и особенно агентства любят Google Tag Manager, если они научились с ним работать. Потому что они могут вносить правки с рекламными тегами без, соответственно, IT-подразделения. Это первая вещь. А вторая, соответственно, улучшается скорость загрузки для пользователя. Конечно, общее время загрузки странички увеличивается, так как появляется еще дополнительный сервис. Но при этом в Google Tag Manager есть возможность управлять, когда тот или иной тег показывается. И, в принципе, в Google Tag Manager есть три системных события. Это когда он инициализируется, загрузка странички происходит, по сути. Далее, когда выстраивается дом-модель, это документ Object Model. Обычно при построении документа Object Model пользователь уже видит всю страничку. И, соответственно, дальше эта страничка загружена. Когда страничка полностью загружена, и все остальные коды, в том числе, дозагружены. При загрузке странички есть два метода. Есть асинхронный метод загрузки, есть синхронный метод загрузки. В асинхронном методе загрузке, соответственно, коды всяких JavaScript, трекеров, тегов выполняются параллельно или откладываются до того, как появится основной контент. В синхронной загрузке, соответственно, браузер доходит до какого-то кода, и пока он не выполнит или не отобразит данный блок или данный код не выполнит, он дальше ничего не выполняет. Поэтому синхронные коды уже сейчас почти все исчезли популярных сервисов. Все сервисы используют асинхронный код, потому что если вдруг синхронный код будет, и какой-нибудь тракторист очередной прокопает интернет-кабель, и у вас, у вашего пользователя, представьте, у вашего пользователя нету связи с сервером Google Analytics или Яндекс.Метрика, и код стоит синхронный. Соответственно, считайте, что все, ваш сайт не работает. Браузер будет стучаться Google Analytics или Яндекс.Метрика, не получит, что ошибка, время вышло на запрос. И что он сделает для пользователя, непонятно. То есть, может быть, он выдаст ошибку, которая не ваша, а может, он все-таки дозагрузит страничку через несколько минут после того, как пользователь начнет. Поэтому синхронная загрузка она очень-очень проблематична, если вдруг теряется связь с сервером, с которого это выгрузится на данные. И Google Даг Менеджер как раз всех скриптей, все теги, все пиксели заставляет работать асинхронно. Поэтому в данном случае вы не получаете проблем. Вы даже разгружаете сайт, и в итоге общая скорость может быть немножко вырастет, но скорость показа странички пользователю уменьшится. То есть пользователь увидит страничку гораздо быстрее. И пока он читает страничку, мы дозагрузим все остальные коды. Соответственно, Google Tag Менеджер это инструмент, который бесплатный, можно им пользоваться без всяких условий, содержит очень много шаблонов популярных рекламных сервисов, в том числе для сервисов Google, потому что это гугловский сервис, как это бесплотная интеграция с остальными сервисами. Соответственно, гибкие возможности по интеграции, причем можно установить совершенно любые теги. Дальше функциональность, самая главная функциональность то, что в принципе там можно полноценно программировать на JavaScript. И опытный интернет-маркетолог со знанием базовых JavaScript может очень-очень много всего хорошего сделать с помощью Google Analytics. Так что Google Analytics в умелых руках дает очень хороший результат. Соответственно, структура Google Tag Manager. У него есть аккаунт. В этом аккаунте может быть два контейнера. Контейнер это код, который вы ставите на ваш сервер. Поэтому, по сути, контейнер это равно вашему веб-сайту. То есть, в принципе, при желании вы можете одним контейнером обходиться на разных сайтах. То есть, у вас может быть там 3-4 сайта и вы ставите один контейнер и, соответственно, в дальнейшем управляете кодами и делаете так, чтобы на разных сайтах выдавались разные коды, просто проверяете по доменному имени, хостнейму. Хотя, я рекомендую все-таки делать следующую логику, что контейнер это равно один сайт. Дальше, соответственно, у нас есть пользователи, которые имеют доступ к контейнерам или к аккаунту и могут, соответственно, с ним работать. И в Google Tag Manager у нас есть три типа данных. Это переменные, то есть, данные, которые мы можем использовать для того, чтобы, например, системные переменные это там хостнейм и это пейдж-патч. Хостнейм это, соответственно, домен, пейдж-патч это то, что идет это слэш и дальше. То, что идет, соответственно, уже непосредственно на сайте. И вот, по хостнейму по имени домена мы можем фильтровать и, соответственно, выдавать или не выдавать те триггеры, которые там теги или триггеры. Триггеры это, соответственно, то, в какой момент вам вызывать. Например, вы можете создать триггер, что эта страничка у вас считается корзиной, а эта страничка считается покупкой. И, соответственно, вот у вас, по сути, есть триггер, человек начал заполнять заявку, человек закончил заполнять заявку. И, соответственно, вы можете выдавать те же вконтактовские теги пикселей конверсии, пикселей ремаркетинга, на ту или иную аудиторию. То есть триггер – это событие, по которому вызываются теги. А теги – это, соответственно, тот код, который вызывается в зависимости от того, что вам необходимо запустить в тот или иной момент. Он может использовать данные переменных, которые вы передаете или не передаете. И, соответственно, все это активируется, трагируем. Как, соответственно, передавать данные? То есть метод интеграции с Google Tag Manager, их всего три. Первый – это документ Object Model. Это не самый эффективный способ, но, в принципе, может быть самый простой, но требует очень-очень-очень хороших знаний, JavaScript и структуры формирования страничек. Поэтому для обычных маркетологов это очень сложный формат интеграции. То есть вы ставите, в принципе, код и, соответственно, смотрите документы Object Model любой странички. Любая страничка содержит этот документ Object Model. То есть вообще, в принципе, это основа отображения страничек. Поэтому, работая с DOM-моделью, можно, соответственно, получить оттуда всю информацию. Работа с URL-сайтов – это, наверное, самый простой и понятный способ. И в вашем случае, может быть, если у вас не так много услуг, может быть, как вариант. Но, соответственно, он очень сильно ограничен, потому что, если у вас URL-ы не имеют четкой структуры, например, в интернет-магазинах часто разносят категории, начинается категория, дальше название категории в чипы уйдет, а карточки товаров, продукты и, соответственно, название товара. В данном случае можно однозначно по разделам разделить, что это человек смотрит карточку товаров или категорию. Если это сделано таким образом, что есть сайт.ру, потом идет название, например, категория «Кухонная посуда», и после этого «Сабовар» идет название товара, то нам уже сложно определить, где что. Конечно, если структура четкая, что первая – это категория, вторая – это название, то в данном случае будет нормально. Если там кухонная посуда, там чайники и потом самовар, и это может меняться, то есть категория может быть где-то там первые две условно-позиции или одна позиция, то там уже с ЧПУ работать сложнее. И последний вариант интеграции – это передача данных через Data Layer. То есть ваш программист интегрирует в Google Tag Manager и передает данные. Какие данные можно передавать? Соответственно, данные можно передавать в рамках ремархетинга, это для e-commerce, но в принципе в рамках интернет-магазинов можно использовать следующие. Во-первых, основная вещь – это пейдж-тайп. То есть пейдж-тайп определяет этап воронки продаж, где, соответственно, человек находится. И у нас есть, соответственно, вот следующие обязательно рекомендованные названия страничек. Я их взял с Google App. Соответственно, это то, что рекомендует Google, но в принципе с Google App берут все остальные тоже пример, поэтому можно считать это стандартом на рынке. Ну, home, категория, product, card, purchase, info и other. Соответственно, info – это я придумал, а на самом деле спецификации Google его нету. Но я увидел, что в непосредственной e-commerce это очень важно. То есть люди в классическом рамках продаж, она начинается с осознания потребности. Осознание потребности может быть и внешнее, когда там человек почувствовал запах вкусного кофе, ароматного кофе и захотел пойти в кафешку покушать. Или там внутреннее. Ой, мне не нравится это платье, девушка говорит, и покупает новое платье. Дальше следующий шаг – это поиск вариантов удовлетворения своей потребности. То есть, например, если мы говорим о теле-смартфончиках, на этом шаге человек начинает решать, что же я хочу там. Айфончик на iOS, может быть, Android какой-нибудь Samsung или вообще Windows Phone. После того, как он выбрал основное направление, изменить это на основное направление уже нельзя. То есть, если человек хочет айфоны, можно, конечно, пытаться ему продавать андроиды, но он андроиды не купит. И наоборот. Вот третий шаг – это, соответственно, анализ вариантов уже в этом решении, которое он выбрал. И если первые два шага – это медийка, то третий шаг – это как раз те самые клики. Четвертый шаг – это как раз сбор информации о том, как я могу купить, когда меня доставят, сколько я должен заплатить, когда я должен заплатить, как я должен заплатить и так далее. То есть, все, что относится к подготовке к сделке – это четвертый шаг. И пятый шаг – это, соответственно, сделка сама, совершение сделки. Поэтому вот инфостранички, они очень важны, потому что иногда человек не может найти, вот если мы говорим об интернет-магазине, информации о том, как мне доставят, когда мне доставят, что мне надо заплатить и так далее. То есть, к сожалению, не все магазины пишут это прям информацию о фарточек товаров. В вашем случае я не знаю, как эта страничка будет информационная, но, в принципе, я думаю, что они тоже странички есть. Опять же, особенно если касаясь всяких условий того же кредитования, тот же грейс-период не всегда понятный. Мало кто, конечно, понимает, что такое беспроцентный период в банках, но, в принципе, это очень хорошая штука. И каждый банк по-своему рассчитывает грейс-период. Я просто в двух банках держу кредитки. Один банк рассчитывает с момента возникновения, то есть они 60 дней с момента возникновения задолженности. Поэтому, если у меня задолженность появилась с 30-го числа в конце месяца, то, соответственно, два месяца отсчитываются от 30-го числа. В тот же момент второй банк делает веселее. Если того же 30-го числа появилась задолженность, они считают 50 дней с момента первого дня месяца, когда появилась задолженность. То есть, получается, 30-го числа задолженность появилась, у меня не 50 дней, а всего, условно, 20 дней остались до 20-го числа следующего месяца. Потому что потом грейс-период заканчивается. И вот такие вещи, они тоже, в принципе, интересны умным, хорошим потребителям. Поэтому можно отнести это тоже к инфостраничкам подготовки к совершению сделки. Потому что в первом варианте, конечно, гораздо удобнее, потому что ты не особо паришься, когда у тебя месяц начался, не начался. Ты просто платишь, и, соответственно, у тебя начинает отсчитываться беспроцентный период грейс-период. Соответственно, дальше. Категория ID. Там бренд ID, продукт ID, транзакшен ID, транзакшен revenue. Все это, конечно же, касается интернет-магазинов. Но я бы вам обратил внимание на транзакшен ID. Основная проблема всех-всех-всех вот таких сервисов, где лид вы получаете на сайте, а потом в дальнейшем его отрабатываете через CRM, заключается в том, что у вас нету идентификатора, который бы связал заявку с его действием пользователя на сайте и, соответственно, с продажами в дальнейшем. Я вам рекомендую все-таки все ваши заявки нумеровать. И в данном случае у вас получается очень интересная вещь. Вы можете через ID заявки связать поведение пользователя, источник трафика и оценить, как работает тот или иной канал на продажу по всей воронке продаж уже после оформления заявки. Поэтому здесь, может быть, не транзакшен ID будет, а там лид ID какой-то. И на основе этого лид ID, соответственно, вы можете в дальнейшем и связать эти данные, передав CRM, и потом из CRM загрузить данные в систему в App Analytics и понять, какой источник трафика дает вам какие продажи. При этом также, в принципе, вы можете категорию ID. Вы точно также можете продумать категорийность для ваших товарных, для ваших продуктов, опять же, для лизинга, для банков. То есть, соответственно, банковские карточки кредитовые могут быть категорией 1, дебетовые 2. Или, может быть, даже там глубже разбить золотые, не золотые, стандартные и так далее. То есть, эти данные вы передаете и создаете переменные. После этого вы, соответственно, добавляем переменную. В Google Tag Manager мы, соответственно, определяем, что мы добавляем page type, определяем переменную уровня данных через Data Layer переданное. И, соответственно, заносим ту переменную, которую мы хотим передать и использовать в дальнейшем. Также мы создаем триггеры. То есть, вот, например, здесь page type равно у нас product. То есть, мы можем создать триггер и выдавать на карточках товара, на подробных описаниях ваших продуктов, какие-то коды ремаркетинга. И, соответственно, формировать нужные сегменты аудитории. Ну, соответственно, вот как раз я и говорил о системных событиях. Я вам рекомендую, если вы будете работать активно с Google Tag Manager, всегда использовать системные события GTM Doom. То есть, эта модель построена. Дом-модель построена. И в этом случае, вероятнее всего, клиент уже страничку видится в браузере. И он уже начинает с ней работать. То есть, у нас есть инициализация загрузки Google Tag Manager, а, соответственно, страничка построена, сформирована и уже отдана пользователю в браузере. То есть, он может ее увидеть. И, соответственно, страничка полностью загружена, когда все остальные коды уже дозагружены. И, соответственно, финализация загрузки странички. После этого обычно ничего не происходит со страничкой, если это не интерактивная страничка. Ну, и, конечно, можно передавать пользовательские триггеры. В данном случае я, конечно, показываю, как это в интернет-магазине сделано от 2Card. Потому что ни одна система веб-аналитике не видит то, что происходит на страничке после загрузки. Если только вы не добавите специальные коды для того, чтобы потом оповещать систему о том, что какие-то действия произошли. В данном случае она, конечно, увидит. И, соответственно, мы определяем триггер. Если это необходимо, пользовательский триггер с событиями. В данном случае event. Вот здесь у нас мы видим, что data layer push. Пушим данные, event. И, соответственно, говорим, что за событие пользовательское. Если нужно, создаем пользовательский трекер. Например, пользовательское событие вам будет интересно, если у вас после того, как человек заполнил форму, на этой же странице выдается спасибо за заполненную форму. То есть не redirect на другую страничку, чтобы вы по URL могли определить, что это страничка, скажем, заявка. А это уже спасибо за заявку. То в данном случае вам необходимо создать пользовательское событие, пользовательский триггер. И, соответственно, передавать, что там анкета заполнена. Ну, какой-то, не знаю, придумайте лучше латинский вариант названия. И, соответственно, добавляем тег. В данном случае это пример у нас ремаркетинга Google AdWords, динамического ремаркетинга. Мы можем добавить вот такой пиксель, тета-тег, через шаблоны. И, соответственно, в дальнейшем им управлять. Основные ошибки. То есть одно и то же название указывается в разных регистрах. Запомните самое главное. Единственная система регистра независима – это Windows. Весь остальной мир живет в регистрозависимом формате. Поэтому всегда переменные, все-все-все, что связано с языками петопрограммирования, оно обязательно регистрозависимым. То есть это всегда имейте в виду. То же самое, если у вас в разном регистре набраны странички, то в Google Analytics они будут отображаться в разных местах. И считаться, как разные просмотры разных страничек. Имейте это в виду и используйте всегда все в нижнем регистре. Соответственно, неверный формат передачи данных. Очень часто эта ошибка происходит, когда здесь как раз написано, что данные передаются до кода. Передается синхронный метод, используется. После того, как код Google Tag Manager вызван, передается асинхронный метод передачи данных. То есть данные пушатся. И, соответственно, данные передаются неверно, но они не попадают в теги. То есть, вероятнее всего, вы неправильно настроили какие-то триги, условия. И, соответственно, они что-то не срабатывают. Вы просто проверили настройки Google Tag Manager. На этом я закончил. У нас еще, я так понимаю, полчаса есть. Если есть вопросы, я готов рассказать, еще что-то ответить на вопросы и подсказать еще какие-то рекомендации. Если хотите, мы, в принципе, можем посмотреть реальный сайт. И я вам накидаю пример ремаркетинга для вашего сайта, чтобы вы могли уже его использовать. У нас же здесь, наверное, есть возможность расшарить экран. Так, а кто-нибудь из организаторов здесь сейчас есть? Кто знает эту систему хорошо? Есть возможность расшарить экран и в этом же показать в браузере какой-то сайт и пообсуждать его. Вообще, кто-нибудь хочет, чтобы я посоветовал, как построить стратегию ремаркетинга для его проектов? Или никто не хочет? Слово «да» ничего не означает. А какую специальную программу? А где она здесь, Юлия? Это Юлия Барабанова. Тарасова Юлия, если вы хотите, чтобы я вам подсказал стратегию ремаркетинга, укажите ваш адрес сайта. Мы сейчас зайдем. Сейчас я только найду программу, которая здесь расшаривает экран. Так, раз, два, три, четыре. Так, у меня почему-то четвертая – это кнопка теста и опроса. Не вижу я здесь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Все равно не вижу. Я вижу чат, я вижу презентация, тест-тесты, общие файлы, список пользователей, заметки. Материалы встречи. А, в самом низу, да? А, вот, все, нашел демонстрацию экрана, да. Так, окей. У нас есть какой-нибудь URL проекта для того, чтобы мы, соответственно, могли его посмотреть. Что-то все молчат, все не хотят получить рекомендации. Так, ну, это вот как раз ссылка, которую скинули, это форум. В принципе, для них ремаркетинг, да, может быть, но здесь как раз с ремаркетингом все сложнее. Ну, давайте, вот сейчас тогда, окей, я сейчас тогда сделаю пример на базе данного ресурса и попробую еще для Альфа-банка, раз это мой любимый банк. Так, я сделал для него так, что-то грузится у меня, сейчас, давайте я пока подожду демонстрацию экрана, что-то он, так, установить. Сейчас, секундочку. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Так, сейчас я запускаю демонстрацию экрана. Так, идет демонстрация экрана. Я, к сожалению, не вижу свой экран, поэтому нажмите там плюсик. Все нормально, видно экран мой сейчас, как я показываю. Окей, видно. Ну, смотрите, соответственно, у нас получается, это деловой центр «Северная башня», 22 сентября. Так, это у нас третья международная форма IT-инновации для микрофинансового рынка. Я бы рекомендовал сделать следующее. То есть, во-первых, у нас есть страничка программы, формируется. То есть, во-первых, это лендинг. Разбивайте точно так же. То есть, как раз в данном случае программа и является той самой карточкой товара. По поводу корзины, это вот, соответственно, регистрация. То есть, вот сюда человек перешел. Вот это как раз корзина. Если мы вот сюда все заполним... Вот это очень интересная ситуация. Я пытаюсь с большой буквы написать, а меня не пишет. А вот это как раз интересная у вас беда. То есть, почему-то запрещает писать с большой буквы. То, что английский запрещает, это понятно. А вот здесь нормально. И не отправляет заявку. Ну, в общем, вам сайт еще надо делать. То есть, я рекомендую, соответственно, сделать следующее. Это, по сути, одностраничник. Мы вверху вешаем, соответственно, home. Дальше вот сюда мы можем вешать условно категории. На непосредственно программу product. Дальше, соответственно, у нас корзина здесь. И покупка. Это когда мы заполняем заявку, но вам надо будет поправить. То есть, в принципе, здесь не так сложно. Здесь динамический ремаркетинг будет достаточно сложен. Также надо посмотреть, насколько важно. То есть, возможно, эксперты тоже будут важны. Я бы, в принципе, рекомендовал бы разбить, посмотреть аналитику. Сначала разбить на блоки. Посмотреть аналитику. Посмотреть, как люди принимают решения. А в дальнейшем, соответственно, уже на базе этого придумать какие-то ремаркетинговые стратегии. У вас время сейчас пока есть. Так как вы только-только начинаете привлекать, я так понимаю, аудиторию. Все-таки летом вряд ли вы привлечете очень много аудитории. Можете сейчас быстренько за месяц провести анализ. И потом на основе анализа уже использовать эти данные. Так. Ну, копирование текста – это да. Окей. Давайте возьмем Альфа-банк. И я пока-то расскажу, как можно сделать в том числе динамический ремаркетинг на базе Альфа-банка. Окей. Соответственно, мы видим здесь главную страничку. И у нас уже здесь есть разделение частным лицам и бизнесу. То есть, это как раз две разных, для двух разных сегментов. Так как они работают и с бизнесом, и с частными клиентами, то лучше это сразу же различать. Потому что для микробизнеса и малого бизнеса еще ремаркетинг работает нормально. Для непосредственно среднего крупного ремаркетинг не настолько эффективен. Поэтому даже не стоит пытаться его туда завлечь. Мы будем обсуждать второе личное нишу. Потому что ремаркетинг здесь работает эффективнее всего. Окей. Соответственно, что мы здесь видим? Во-первых, есть основные у них возможности. Как у любого банка. То есть, есть дебетовые карты. Есть... Так. Вот это меню сделали плохо. Дебетовые карты. Есть, соответственно, банковское обслуживание, текущие пакеты. Там накопители счета. И вот это все. То есть, соответственно, мы можем уже смотреть. Дальше у нас есть вклады инвестиций. Опять же, кредитные карты. То есть, как минимум, у нас уже здесь набирается с десяток категорий товаров. То есть, когда мы переходим вот сюда, например, пакет услуг. Пакетное премиальное обслуживание. Зачем мы попали, пробирали. Мы пока будем обычным обслуживанием заниматься. Вот. Мы заходим сюда. Вот это классический список товаров в виде листинга. То есть, это классическая страничка категории интернет-магазина. Дальше, соответственно, мы можем проваливаться в субкатегории. И вот если мы берем пакет услуг, мы можем увидеть. Соответственно, у нас есть здесь четыре товара, четыре продукта. Это пакет максимум, эконом, оптимум и комфорт. Если мы там берем из какой-то из этих пакетов, например, максимум заходим, это уже является карточкой товара. Вот. Здесь как раз очень интересно ЧПУ. То есть, по ЧПУ уже можно там every day package и, соответственно, максимум, какой-то там что-то, максимум плюс от DW. То есть, это карточка товара. И вот здесь мы видим классическую карточку товара с заявкой. По сути, купить. И, соответственно, возможность купить это все по телефону. Мы можем... Так, вот стать заявкой. Мы можем заказать звонок, покупка в один клик, по сути. Или стать непосредственно. Давайте укажем телефон, раз они сильно хотят. А нет, не захотели. Вот. А дальше, соответственно, у нас, опять же, классический чек-аут в рамках интернет-магазина. Единственное, что он очень длинный и очень-очень-очень требует много персональных данных. Но, по сути, это чек-аут. То есть, вы точно так же можете отслеживать, как там он персональные данные, дальше выбор карты и параметры доставки. Причем, можно еще смотреть в том же, в расширенном e-commerce или даже не в расширенном e-commerce. В принципе, расширенный e-commerce лучше использовать, чтобы понимать в Google Analytics. То есть, вот это человек ввел персональные данные, паспортные данные, адрес постоянной прописки, адрес фактического, там, дополнительной информации. То есть, смотреть, на каком этапе человек отвалился, потом, опять же, мы можем его возвращать на эту страничку и, соответственно, предлагать ему дозаполнить. Если у вас есть возможность сохранять ту информацию, которую человек сделал, то это вообще, конечно, классно. То есть, в том же браузере, в котором он заполнил, чтобы человеку не пришлось заполнять еще раз те поля, которые он заполнил. А так, в итоге, мы получаем после заполнения заявки спасибо за покупку. Если мы здесь заполним телефон и закажем звонок, то, соответственно, это, по сути, покупка в один клик в классическом интернет-магазине. То есть, если взять классический хороший сайт любого нормального банка, то разницы между этим никаким. То есть, то же самое кредитные карты. То есть, мы можем зайти... Где там кредитные карты? А у нас туда же кидает то же самое. То есть, мы здесь можем посмотреть, какие здесь есть кредитные карты. И такой же аналогичный список товаров, продуктов, которые почему-то не грузятся у нас сейчас. Все. Больше нам ничего не хотят предложить. Но, к сожалению, факир был пьяным, фокус не удался. Но дальше мы можем продолжать. Но на самом деле, все это одно и то же. Так. То есть, получается, что в любом, совершенно любом ресурсе, который работает и продает, есть классическая воровка продаж. Поэтому, если вы запомните эту классическую воровку продаж в рамках интернет-магазина, хоум, категории, продакт, карты, прочейс, то и будете по этой же логике создавать лейнинги или вашу структуру сайта создавать по этой же логике, то по факту вы получите понятные для ваших клиентов инструменты работы с ними в виде сайта. И, конечно же, вы сможете эту возможность, эти знания о пользователях использовать для ремаркетинга. На этом вроде все. В принципе, если есть еще вопросы, я готов на них ответить. Я вроде рассказал, все показал пример. Если будут возникать вопросы, я открыт для вопросов. Чаще всего я сижу в Фейсбуке, можно в Фейсбук задавать вопросы. Ну или лучше написать на e-mail, если вы хотите персонально получить по e-mail ответ. Остались ко мне вопросы или вопросов нету? Да, какая-то сегодня у вас группа. Я просто вчера общался со своей группой, которая обучает. Там, конечно, очень много вопросов задают. Как-то здесь сегодня скучно. Сегодня днем у меня тоже был вебинар, а там мне много вопросов задавали. Прям как-то действительно скучно у вас. Ребята, серьезные люди. Серьезные финансисты. Спасибо большое, что пришли послушать меня. Надеюсь, вам понравилось и дал много полезной информации. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!